Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. С 1 января 2023 года отдельные категории медицинских работников получают специальную социальную выплату. На обеспечение этих целей отделение Социального фонда России по Приморскому краю направило 262 миллиона рублей. Подробности в следующем материале. Как рассказали в региональном отделении Социального фонда России, данная мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения центральных районов, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования. Размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Специальную социальную выплату на данный момент получили 9 117 медработников Приморского края. Региональное отделение Социального фонда России перечислило медикам 33 728 выплат на общую сумму 262 миллиона рублей. В настоящее время электронные реестры сотрудников, имеющих право на специальную социальную выплату, представляют 55 медицинских организаций региона. Выплата медработникам производится автоматически на основании данных от медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передают эту информацию в отделение Социального фонда России по Приморскому краю. В реестре, помимо сведений о работнике, также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. Отделение СФР назначает и перечисляет выплату в течение 7 рабочих дней после получения реестра от медицинских организаций. В Приморском крае принимается комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации. С начала этого года были введены две новые меры социальной поддержки, направленные на повышение рождаемости. Подробности далее. Как рассказали в региональном министерстве труда и социальной политики, на поддержку семей с детьми с начала года уже направлено около 4 миллиардов рублей. Всего в краевом бюджете на 2023 год на эти цели запланировано более 10 миллиардов. Одной из востребованных мер является подарок новорожденному. С начала года уже выдано более 750 сертификатов. Средствами на покупку товаров для новорожденных воспользовались почти 500 семей. На общую сумму почти 4,5 миллиона рублей. Еще одна мера социальной поддержки, которая предоставляется семьям при рождении третьего или последующих детей с 1 января 2023 года, направлена на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам, займам в размере до 550 тысяч рублей. Данной мерой поддержки воспользовались более 100 приморских семей. Также с 1 января 2023 года для многодетных семей заменили возмещение расходов на покупку концтоваров, проезд школьников к месту учебы, приобретение лекарств и посещение учреждений культуры, ежегодные денежные выплаты в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, членам семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, сотрудникам Росгвардии, добровольцам, мобилизованным, предоставляется единовременная денежная выплата из средств регионального материнского капитала при рождении, усыновлении третьего и последующего ребенка в размере 20 тысяч рублей. В ведомстве напомнили, что выплата имеет значительный характер. Заявление можно подать не позднее 30 ноября 2023 года в МФЦ, либо в территориальные отделения Центра социальной поддержки населения Приморского края в письменной форме любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Кроме того, в крае продолжается предоставление следующих мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости. Единовременная выплата при рождении женщины первого ребенка в размере 36 тысяч 420 рублей. Доплата к единовременной выплате при рождении женщины в возрасте от 18 до 25 лет первого ребенка, ее размер 13 тысяч 580 рублей. Региональный материнский капитал при рождении второго ребенка в размере 232 тысячи 688 рублей. Региональный материнский капитал при рождении, усыновлении третьего и последующего ребенка в размере 218 тысяч 712 рублей. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения, усыновления третьего ребенка или последующих детей, ее размер составляет 18 тысяч 210 рублей. Социальная выплата на приобретение транспортного средства многодетным семьям, воспитывающим шестерых и более детей, в размере 1 миллиона рублей. Социальная выплата на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое или более детей. Напомним, вся информация о мерах поддержки, предоставляемых в Приморье семьям с детьми, в том числе по национальному проекту «Демография», размещена на сайте регионального Министерства труда, социальной политики, а также на портале Центра социальной поддержки населения Приморского края. Кроме того, консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки можно получить по телефону 8 800 30 22 145. Пенсионеры, имеющие длительный стаж работы в сельском хозяйстве, могут получать надбавку 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2023 году она составляет 1891 рубль. Доплата устанавливается неработающим получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Пенсию с надбавкой за сельский стаж в Приморском крае получают 2403 человека. В сельский стаж включается работа в сельскохозяйственных организациях, в профессиях и должностях, предусмотренных перечнем, утвержденным правительством Российской Федерации, в который включено более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов и фермерских хозяйств. С 2022 года статус сельского жителя перестал быть обязательным условием для получения повышенной пенсии за сельский стаж. Теперь надбавки сохраняются и при переезде в город. Неработающим сельским пенсионерам надбавка устанавливается при назначении страховой пенсии. Работающим гражданам для получения надбавки после увольнения необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения Социального фонда России по Приморскому краю. Получить консультацию по вопросам пенсионного и социального страхования можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра Социального фонда России – 8 800 100 00 01. В пятницу 2 июня для ребят из подготовительной группы «Островок» детского сада номер 30 наступил один из самых важных этапов в жизни каждого ребенка – выпускной из детского сада. Дошколята попрощались с любимым садиком и впереди их ждет замечательная школьная пора. Подробности далее. Кажется, только вчера родители привели своих малышей в детский сад. А уже сегодня ребята попрощались с таким уютным местом, которое стало для них вторым домом. Выпускной бал для детей – волнующее событие. Это прощание с беззаботной порой и в то же время ключик от дверей в интересный и увлекательный мир знаний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На праздник ребятам заглянули Василисы Премудрые. Они в игровой форме проверили, готовы ли ребята к школе. Мы, Василисы Премудрые, прилетели с разных сказок. Ребята, проявите свои старания. Мы поверим ваши знания. Я Василиса Премудрые, я Василиса Премудрые, я Василиса Математическая. Всем вам нужно доказать, что умеете считать. Вы согласны детворам? Да! Василисы совместно с ребятами играли в игры, пели весёлые песни и отгадывали загадки на знания дошкольной программы, тем самым уверенно продемонстрировав свои знания. Но с этим были не согласны незваные гости – Двойка и Кол. Они попытались запутать выпускников и увезти их по ложной дорожке. Но не тут-то было. Кто мы такие? Кого вы? А вам и ничего понимать и не нужно. Мы просто зашли к вам участи. Главное, что мы здесь. Интересно, а вы? Мы с вами где-то встречались? Я думаю, что наши дорожки пересекались в прошлом. Не говорите загадками. Отвечайте, кто вы такие? Мы оценщики знаний. Ребята, видите? Да, да, да. Мы оценщики знаний. Я, Двойка Степановна, грациозна и красива. Очень красива, Надеева. Я стройна, весела. Украшаю я дневник, коль плохой ты ученик. Без меня никак нельзя. Селентяи мне, друзья. А это мой Кол Иванович слушает. Да, это все известные уши. А вы кто такие? Воспитатели, что ли? Воспитатели? Плохо воспитываете. Дети, дети, дети. Дети совсем не готовы к школе? Да. Неправда. К нам приходили Василисы и отценили наши знания. Она же отлично. Она отлично. Ой-ой-ой, решили мы прийти к вам в гости. И прошу заметить, бесплатно дать вам знания. Двойка и Кол старались подловить ребят, проверяя их знания о школе. Давали им вредные советы и неправильные ответы. Но выпускников провести вредным гостям не удалось. На уроках спать. А еще как забрать у товарища дневник, разрисовать его двойками, а потом отнести родителями. Вот подеха будет. Ха-ха-ха. А еще учительницы подложить сумочки. Большую-большую. Зеленую-безереную лягушку. Хорошо? Нет. Выпускной бал у всех без исключения вызывает определенные ассоциации. Это расставание, грусть, добрые напутствия. Выпускной бал – это символ окончания прекрасной садиковской поры. И этот праздник остается в памяти выпускников навсегда. А еще прощание с детским садом – это подведение черты в получении первого этапа образования. Поздравить выпускников пришла заведующая детским садом. Она подчеркнула всю важность и трогательность момента, а также вручила ребятам их первые дипломы об окончании дошкольной ступени образования. На утреннике звучали поздравления и пожелания выпускникам. Искренние слова благодарности сотрудникам дошкольного учреждения. Праздник получился добрым, душевным, наполненным любовью и заботой, тихой грустью от расставания и радостью вступления в новую жизнь. Праздник получился добрым, душевным, наполненным любовью и заботой. Праздник получился добрым, душевным, наполненным любовью и заботой. Праздник получился добрым, душевным, наполненным, наполненным вступロетом в cessation of the law. Праздник получился добрым, душевным, наполненным быть первым. Расп sneaky��� Monetary Commission Праздник получился добрым, душевным, наполчим Picture ba-ching forouble, поставки героина перекрыть сотрудниками ОНК ОМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале наших коллег из пресс-службы ОМВД России по Приморскому краю. На территории Международного аэропорта города Владивостока полицейские задержали гражданина республики Таджикистан, перевозившего более двух килограмм наркотиков. Отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы ОНК Управления ОМВД России по Приморскому краю пресечен канал поставки наркотических средств из Средней Азии на Дальний Восток. Из незаконного оборота изъята партия более двух килограмм героина. 35-летний мужчина прибыл авиарейсом из Москвы и был задержан в Международном аэропорту Владивостока. При личном досмотре в тайнике дорожной сумки пассажира полицейские обнаружили наркотические средства. Тайник был оборудован в стенке чемодана и представлял собой металлическую пластину, которую производители чемоданов используют как ребру жесткости. В эту пластину и набили героин. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 5 статьи 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Решением Первореченского районного суда города Владивостока в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения арест с содержанием под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.